Усиленные ОМОНом наряда ДПС в ходе каждого рейда выявляют до 40 байкеров-нарушителей правил дорожного движения. Как правило, аварии с участием мотоциклистов имеют крайне тяжелые последствия. К счастью, в этом году еще никто не погиб. Цель этого мероприятия именно и есть снижение дорожно-транспортных происшествий по вине именно водителя мототранспорта. Это позволило нам сейчас уйти по сравнению с прошлым годом. Уже у нас снижение некоторое наблюдается сейчас. Самое распространенное нарушение среди мотоциклистов – езда без шлема. Штраф за него совсем невелик. Всего 500 рублей. Но дело здесь не в деньгах. При столкновении с любым объектом у мотоциклиста, который едет без защиты, шансы выжить близятся к минимуму. Александр Алексеев сел на мотоцикл, отметив 60-летний юбилей. Водит аккуратно, штрафов не имеет. Рассказывает, даже за рулем автомобиля стал осторожнее после того, как освоил новый для себя вид транспорта. Я думаю, что если человек едет без права, без номера, не заагестированный, это, конечно, надо очень строго. Потому что два колеса – это два. Это даже не три, не четыре. Это очень опасно. Тем временем в Государственной Думе обсуждается законопроект, который касается культуры вождения двухколесных аппаратов. В частности, предлагается запретить в ночное время ездить без глушителей.